всем здорово всем привет вы на канале гамбита здорово народ и у нас да уже вышел пачноут я уже с ним ознакомился хотелось бы немножко поговорить с вами по поводу этого героя и да стоит его крутить вообще или не крутить и вообще что он собой представляет и на самом-то деле мне герой по кайфу вот серьезно я ждал от него больше но я не разочарован то что он не дает мне так много как я хотел бы на самом-то деле у нас было очень много всяких предположений касательно короля хаоса но он просто юар то что мы говорили сразу он начальный разряд юар это первый момент а второй момент ну как бы он зеленый он не темный он человек он не все расовый короче просто хороший герой и я удивлен я удивлен то что в данный момент когда лютую всякие очень сильные герои там подобного плана мы получаем просто хорошего героя и этот хороший герой ну реально хорош и давайте с ним ознакомимся чуть поподробнее скажем так плане вот этих вот всех переводов вот первое что его быка при фолл прокачи 76 с половиной тысяч бка с истинным пробуждением 77 с половиной тысяч бка то есть это крайне хай бк герой возможно даже сильнее чем миллидос но я правда не понял сколько мил при фулл прокачи но что-то в районе этого короче они в плане прокачи в плане фло прокачи одинаковы возможно у артура не хватает внешки я немножко на стриме разраба был невнимательным в плане фул него внешка или нет но скажется у него только четыре пушки а не пять то есть него есть еще куда расти вот миллидос как бы уже на фулл шкафе уже давно вот его пассивка чем прикол за каждый союзника человека участвующие в битве базовых характеристики наших союзников людей увеличиваются на пять процентов и в принципе это уже жирно ну вот то есть 15 процентов базовых характеристик для людей люди превращаются в неизвестных мне это немножко не нравится но вся эта скаляция базовых характеристик за каждого союзника неизвестной расы у неизвестных такая же самая сейчас у людей то есть разрабы просто поняли свою ошибку в плане людей и начали это очень быстро исправлять поэтому да здесь это банально неизвестное но у людей нет к сожалению на наши вот так как только у людей появится на наши только человеческие так только сразу люди начнут играть его дальше каждый раз когда мы двигаем карты соединяем карты скидываем карты то есть заполняем каким-то образом шкалу супер приема мы получаем зов хаоса вот на артура чисто на артура то есть это никому другому это просто артур но при этом когда мы двигаем скидываем карты можем скидывать кем угодно вот но при этом только артур получает зов хаоса зов хаос это плюс 10 процентов критическая оборона ну да вот критовать по нему будет меньше и максимальная хп плюс 5 процентов и так суммируется до четырех раз четыре раза это кап и когда у него собирается кап в начале нашего хода вот именно во время того как мы скинули враг походил нас там кажется как-то карты соединились если на начало нашего хода нас четыре этих стака зова хаоса мы получаем правила хаоса на артура это провокация при том серая ее снять нельзя привет захард вот ее снять нельзя вот это все полноценно серый баф на артуре который провоцирует на себя всех врагов дает артуру дополнительно 30 процентов максимального аз снимать себя два отрицательных эффекта и получаем дополнительный урон равный 25 процентов от нашего максимального аз при использовании навыков так-то у артура все атаки используются именно от атаки но азешки то он может разогнать много он себе бафает максимальная за у нас команда людей любит бафать и максимальная за то есть максимального за в команде людей прямо реально очень много и вот вот это вот доп 25 процентов от максимального аз вроде бы как кажется так себе но когда у тебя в элитке 600 тысяч хп и 25 процентов это 125 тысяч дополнительно каждой атаке добавляется 125 тысяч вот это уже смотрится солидно то есть во время правила хаоса которая действует два раунда вот можно почувствовать весьма неплохой дэмэдж от артура даже его ауе карты по поводу кое карты я и говорю вот первый первый его атакующий сингл таргет вроде бы как казалось прям очень лютая карта на самом-то деле просто хорошая карта не более того то есть по описанию 500 процентов от силы атаки вот то есть от атаки нет а аз а именно от атаки вот по одному противнику x2 шанс крита и x2 урон если враг находится под дебафом здорово бан светлый который любит людей а мы легко накладываем дебафы и артур идейно этой карты должен всех убивать но на самом-то деле от первой карты у него урона мало он есть он хороший его хватит случае чего но урон объективно немножко слабоватый второй его навык это дебафная карта вот которая бьет на первом уровне 100 процентов от силы атаки на третьем уровне 250 процентов от силы атаки по всем врагам и накладут эффект темной печати раш 0 8 процент до урона за каждый один процент оставшегося азе то есть артур будет любить сидеть на максимальном хп и кстати эта тема очень прикольная когда мы входим вот этот наш наше правило хаоса 30 процента максимального азе и 25 процентов урона от максимального аз вот здесь скаляция прям раляет то есть вроде как кажется что эта карта должна носить дэмэдж нет вот эта карта будет носить дэмэдж и очень много как раз за того что это а у е карта вот как раз за того что здесь есть 0 8 процентов доп урона и это будет скалироваться стоя с тем уроном который мы будем давать от максимального азе вот и так же дарк марк ну то есть типа темные печати отличает способности связанные с восстановлением то есть инфект вот и урон наносимый всеми атакующими навыками минус 30 процентов то есть мы уменьшаем урон от всех атакующих умений оппонента на 30 процентов это вроде бы как круто но это красный добавь который вполне спокойно на данный момент снимается снимается миллионосом снимается но многим кирк королем демоном снимается то что любит архангелы очень на лет на латье это все дело снимут и будут все так же играть то есть дебау сам по себе слабый но дэмэджа от этой карты на самом-то деле много пушта максимальная за в команде людей разогнать можно и разогнать и реально очень сильно можно вот так что эта тема становится прям реально очень актуальны дальше его ультимейт и здесь очень много скаляться хотя на самом-то деле я думал здесь будет чуть другая скаляться но оказалось нет дает союзникам силу эффект хаоса на три раунда сводит на нет 50 процентов фактической обороны всех врагов наносит режущий урон равный 755 процентов от силы атаки дает себе четыре призыва хаоса вот призыв хаоса это как раз та тема которая вот зов призыв зов хаоса то есть вот эту тему он получает заново вот еще дополнительно но это на 6-6 вот если вы участвуете в битве и на вас действует эффект сила хаоса то есть то что мы накладываем на союзников наносимый вами урон увеличится на 40 процентов а получаемый урон уменьшается на 30 процентов то есть после ультимейта мы получаем анриэл просто скаляцию по статам и сила хаоса все характеристики плюс 20 процентов урон получаем от специальных приемов минус 50 процентов сокращение шанс критического удара увеличен в три раза то есть ультимейт кританет кританет реально больно правда если он будет не под меткой бана что метка бана работает прям люто против всяких x2 x3 шанс крита потому как из 2 x3 шанс крита а работает того сколько у вас на данный момент шанса крита если у вас осталось 30 процентов шанса крита после метки бана ну x3 это 90 процентов скорее всего не кританете вот но идея на этот навык должен прям реально очень хорошо работать вот и здесь как раз вот ультозависимость в чем за идея этой ультозависимости первый момент на 16 мы даем эффект силу хаоса только на один раунд правильно я же говорю да только на один раунд все правильно то есть на один раунд силу эффекта хаоса при 26 мы даем уже на 2 то есть 26 уже в принципе играбельно потому как при 66 на 4 при 56 на 3 то есть даже второй ультимейт будет весьма и весьма неплохо играбельным если мы до него доживем вот то есть первая зависимость это сила эффекта хаоса на 2 6 мы получаем на два раунда это в принципе уже реально очень играбельно вот потому как вот это вот все увеличенный урон на 40 процентов и получаем урона меньше на 30 мы будем получать всегда вот это мы будем получать на постоянке не не важно 1 6 6 6 вот дальше игнорина 50 процентов крит обороны оппонентов на 1 6 мы не будем получать этого эффекта вообще при 26 и выше мы этот эффект получать будем то есть вот как раз игнорирование нет на 16 на 2666 есть такая тема дальше 4 стака мы говорили урон от 500 процентов до 750 процентов варьируется дальше все характеристики которые мы получаем от силы хаоса которые накладываются на всех наших союзников плюс 20 процентов всех характеристик при 16 это 5 процентов при 26 это 7 процентов на самом-то деле это все влияет на ультимейт и отыгрыш после ультимейта но на саму балуйность артура то есть то что разгоняет базовые характеристики то что он таунтит это никак не влияет и также сама ультимейт не влияет на то сколько процентов максимального зэ будет дополнительно добавляться к нашим атакам и это очень круто то есть сам по себе артур по ультимейту будет разниться только меж после у самого ультимейта то есть нам нужно ультануть и тогда мы увидим разницу между например 26 и 66 но до ультимейта отыгрыш стабилен и навряд ли я очень сильно сомневаюсь что мы прям будем постоянно пытаться очень быстро рашить ультимейт артура пушка это мы просто мастхэп будем отыгрывать просто своего стабильно вот можно отыграть от ультимейта артура если он высокий но не обязательно можем играть от бана и дальше поговорю в плане команд какие интересные команды есть и последняя четвертая скаляция 20 50 процентов это уменьшение получаемого урона от супер приема оппонента то есть даже при 26 25 процентов то есть половина но все равно мы будем чувствовать 25 процентов уменьшение получаемого урона от ультимейтов и сейчас я объясню почему вот это даже 26 он будет реально очень хорошо играбель и вот но это объясню чуть попозже хорошо договорились вот все идем дальше вот в плане самого баннера светлый асканур светлый банк эска сейчас не играется может быть как линк но у нас есть лар герой как линки не у всех конечно поэтому может собрать 6 с к принципе может иногда появиться где-нибудь но так-то он уже давно не особо играбельный боец поэтому ну просто хороший сильный герой в пачку особенно на молодыми игроками чтобы поиграть хотя бы кем-то в команде артура эска пригодится вот светлый бан однозначно мастхэв месяц артуром играться будут маргарет хороший лар герой темный мел устаревший хороший герой но реально устаревший но мой все же еще юзабельно скажем так эстероса сейчас играют пачки демонов однозначно мастхэв и зелдрис однозначно да сейчас бан будет хорошо играть зелдрисом потому как у нас есть мэрин фестивальная с реликви с нетхиога вроде как и она играет хорошо фестивальной пачки но мы можем банами играть и не фестивальной пачкой например новый архетип с артуром очень неплохо будет играть зелдрисом как четвертый слот обалденная тема реально говорю то есть зелдрис однозначно мастхэв тюр ну понятно дело тюр это дайник и не контриться вот качайте ребят тюр очень хорош как пве так и пуп плане дальше мигельда затычка на бестов но может в принципе вам пригодится как начинающим игрокам фрейр однозначно да качать до 6 ультимейта очень сильный герой бром гильда для новичков тоже очень хороший герой может закомбить с артуром где-то в пве контенте так же самоке рокси синяя тоже обалденно но рокси раскрывается полностью когда она получает реликвию с нетхиога ну а для того чтобы получить реликвию с нетхиога нам нужна фрея и реликвия на фрею и желательно еще и красная маргарет то есть нас сразу два героя которые обалденно подходят под бестов особенно под нетхиога для молодых однозначно там маргарет топ-1 герой на данный момент на нетхиоге топ-2 это ну получаете маргарет и вы на команде архангелов которые у вас там есть собирать собирается формите два этажа вполне спокойно формите два этажа этих двух этажей хватает на релик на фрею вот делайте релик на фрею и вполне спокойно формите три этажа у меня на канале видосы в плане нетхиога завались и с фреями и с зелеными и с красными и без фреями там много видосов ну а так что если что чекайте красный тарник понятное дело красный тарник обалденный линк вот очень хороший пве игрок короче можно особо про него ничего не рассказывать реально хороший перс зеленый сарель сейчас является хорошим линком поэтому тоже для прокачки валидин люда зеленый к сожалению просто редкий герой бака коробки и практически вообще нигде не играется коррекционный герой тоже коллекционный герой иногда пытается играть с демонами но демоны любят просто хай бака четвертый слот для того чтобы ходить первыми синий кюзак чуть поинтереснее потому что у него бака больше чем у деда позволяет нам чуть дольше выживать потому что он уменьшает шанс крита и крит урон оппонента и это реально крутая тема с учетом того что архангелы сейчас не самая лучшая пачка они проигрывают многим поэтому кюзак имеет смысл быть но как я и говорил демоны любят а больше четвертый слот именно х и бк то есть лиска эска такого плана что где-то там вот дальше просто хороший пве герой не более того и да ребят если вы хотите собрать пачку архангелов зеленые лата сейчас москве архангелы любят играть с тристаном но с зеленые латы они агрессивнее сильнее и у них винрейт просто банально больше вот уж так когда я встречаю зеленые ла только четвертый слот я чуть больше проигрываю нежели но оппонентом с зеленой латом чем я проиграю архангелом с тристаном потому как ну оборона да но при этом у вас нет темпа для того чтобы передавить мой темп поэтому зеленые лата тоже крулу лучше скажем так это витрина на 900 гемов мне нравится не лучшая но мне нравится здесь есть хорошие редкие герои и для новичков однозначно до развития аккаунта прям хорошая будет вот юар героя 360 скорее всего все так же не будет я артура на этих гарантах не знаю почему на его там скорее всего сейчас еще нет и не будет и разрабы не хотят это менять и это им дизлайк однозначно степ а power степ это просто банальный донат вот где ну на чуть-чуть больше на 2 процента больше шанс выпадения но это донат если захотите задонатить и купите здесь все что надо дальше у нас будет халявная витрина где нам каждый день будут выдавать билетики на эту халявную витрину мы все получим эту награду кого-то из этих героев я надеюсь вытащить синюю элейн отсюда вот что-то последний герой который у меня нет в коробке не считая новой дианки которые пытаясь крутить вот это все обалденно это реально круто на втором мы получим эсконора потом хоу красный вот артур зеленый не знаю зачем и гримор и десятый просто рандомный юар вот то есть все это дело мы получим халявно и халява это прикольно все первый патч ноут закончился второе kişно на самом деле начал почему-то самого конца да ладно вот хоук пасс новый костюм почему-то на орликина при том это куда-то певец забавно ну орликин сейчас играется и это у него уже получается 2 хок пассный костюм после пиры хок мазия tengo у него с метлой а это уже получится второй хок пассный костюм на орликина и это забавно реально забавно новый коснем, ну, будем ждать в ближайшее время. Дальше-то все бонусы. Обменник Кинга. Ребят, обменник Кинга, если вы не знаете что-то такое, напишите в комментариях, люди, уверен, вам ответят. Потому что обменник Кинга, это одно из прям лютейших мест, где можно набраться кучу, реально кучу офигенных ресов, в том числе, что-то в районе тысячи наковален. Ну, а тысячи наковален, как бы, еще никому не вредило. Ну, я так думаю. Тут, к минимуму, вот здесь обменник в 600 наков, и здесь еще 200. 800 наков? Да, 800 наков. 100 синих камней, ну, то есть, ребят, обменник, обалденная тема. Пользуйтесь. Новички, вот знакомьтесь, скажем так. Дальше сумка, ну, это донат, к сожалению, и будут выдавать там парочку, вроде 3 конверта на халяву, 3 придется докупать за реальные деньги, поэтому, ну, это донат. Вот. Тратагемов. Да, СССРный костюм на Артура, так же самое, как и СССРный костюм на Миллиодаса, мы получаем с ивентов за 900 гемов, за 900 траты гемов, то есть именно таким образом. Ну, да. Так что, это костюм. Это у нас лабиринт, костюмы на Хейле, Бан и Маэль, а если что, можете выбить, если что, это просто лишние ресы. 50 Элларкоинов и 10 гемов. Заодно за прохождение получим 30. Итого, мы 40 гемов получим отсюда. В принципе, неплохо. Плюс 100 наков. Почему бы, собственно, бы и нет? Придется посидеть, пофармить, погриндить лабиринт, так сказать. Вот. Дальше у нас всякие ивенты прикольные. Да, это все ивенты, 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 ивенты. Здесь ресурсы не калабные. Я, на самом деле, на стриме обрадовался, что это калабные ресы для реликов. Нет, это ресы с обыкновенных басов. Поэтому, если вдруг у вас кого-то нет по реликвиям, я, наверное, ближе к фестивалю сделаю видос в плане ранга реликов каждого баса. Вот, примерно просто проранжирую все релики, какие нужно делать прям в Москве, в которые, ну, не стоит особо делать. Вот, который, ну, именно в конце. Но реликвии нужно делать все, ребят. Если что, реликвии нужно делать все. Абсолютно все, потому как это ГП, БК, коробки. Поэтому не ленитесь. Ну вот, заодно прикольные косты. Почему бы и нет? Вот. Это вишбокс. Мы будем все так же самое это все ивенты разыгрывать. Это прокачка разыгрывать. Это 10 билетов нам дают на халяву. То есть, того у нас 40 с лабиринта. Плюс десятка отсюда уже неплохо смотрится. Плюс 3 ЮАР-подвески. Извините меня, а что разрабы так расщедрились? Ну, одной бы в принципе им бы всегда хватило. Но здесь 3 ЮАР-подвески. И ущипните меня, пожалуйста, почему так много? Вот. Разрабы, наконец-то, хоть что-то сделали нормально в плане наград. 3 ЮАР-подвески. Также, эээ, вот. Логин ивент на 10 степ-билетов. То есть, здесь не нужен донат. Вы, в принципе, получите 10 билетов на степ-витрину. Очень крутая тема. И 200 гемов. 200 гемов, 10 билетов, еще 40 гемов с лабиринта. 240 гемов плюс билеты 270 гемов мы получим за ивенты. Все остальные гемы вам придется доставать самостоятельно. Поэтому, ребят, стараемся. Стараемся перед фестивалем. Вот, на Артура. Ну, это уже все донат. Это уже все донат. К тому же, сейчас донат стал очень дорогим, потому что закрывали всякие другие... Так же самое у меня. Типа, закрывали всякие другие страны, а других вариантов доната. Ну, скажем так, хотя бы с какой-то наценкой я еще не нашел. Хотя бы с миниатюрной. Потому что через меня наценка очень высокая. Ну, почти 60% от общей суммы для того, чтобы я просто хотя бы вышел в ноль. А я еще хочу что-то на этом, типа, заработать. Вот. То есть, ну, хотя бы там 70%, ну, извините меня, это практически X2. Поэтому нет. Поэтому донат минус. Если вы можете донатить, я вас поздравляю. Вот. Коиншоп, релик на... Я даже не буду рассказывать, потому что большинство игроков это либо бесполезный релик, но это релик с птицей. 10 халявных ГП. Ну, если вы играете ей. В основном это четвертый слот, либо герой, который на бельмоте скидывает дебапы. Все. В основном этот релик интересен для ребят, которые занимаются ГБ активностью. И для ГБ активности, для ГВ пушеров. Вот это прикольно. Гильдбосс пушеров, если что. Вот. То для них это прикольный релик атак, ну, просто халявная ГПшка и немножко БК. Сет карт, который не работает в ПВП, который увеличивает вроде как базовых... Ну, короче, там все характеристики вроде как увеличиваются до 9% за каждый дебаф, наложенный на нас. Короче, для ПВЕ, возможно, прикольный сет карт, но пока непонятно, где реализовываем. Реализуемый. Вот. У нас есть три коста за донат. Все так же. Потом, через две недели, это будет станет халявно. На данный момент я не знаю, где пройдет донат в игру. В общем, хоть даже не себе на аккаунт, потому что я себе не знаю, что другим ребятам на аккаунт. Вот. То есть, в принципе, это весь патчноут. Вот. И я уже, наверное, больше хочу акцентировать внимание на то, где я бы хотел бы увидеть этого Артура. Я хотел увидеть Артура где-то вот такой формации. Эска может быть четвертым слотом. Просто по фану можно его подставить. Дальше, как я показывал, Зелдрис. Вот где-то зеленый. Вот это Зелдрис. Четвертый слот. Обалденная тема для игры. Объясню почему. То есть Зелдрис, либо же красная Рокси. Вот. Новая пляжная. Она тоже будет неплоха. Нюанс в чем? Ну вот, понятное дело, новый Артур, если будет. Не зеленый Экскалибр, а новый Артур, который выйдет. Вот. Идейно в том, что Бан дает 20% дэмшердакшн для этих двоих. Это уже неплохо. Плюс он дает 15% связанных с АЗ характеристик. Плюс 15% вампиризма, степень восстановления и степень регенерации. И 15% максимального АЗ. Зелдрис четвертого слота будет давать 24% базы. Мелкая вот эта Хаюри будет давать 15% в базы и... 30% уменьшения исходящего урона от оппонентов. И Артур по себе будет давать 15% в базы. Вот. Себе будут давать всякие плюшки еще дополнительно максимального АЗ плюс провокации. А еще дополнительно у него есть дебафная карта. Если вдруг Мел не сможет сразу ее снять, это уменьшение 30% исходящего урона от атакующих умений. А у Мела 2 атакующих умений. Поэтому еще это еще минус 30%. И как я говорил до этого, вот в начале видео, что вот эта тема 25% на 2.6 ультимейте, 25% уменьшения исходящего урона от ультимейта в этой пачке, где еще 10% связанных с АЗ характеристик режется через Зелдриса, получается лютая имба. То есть плотности в этой команде, даже сейчас с Хаюри, этой плотности просто за глаза. А как только ну появится, не знаю, Артур, у которого, не этот экскалибур Артур, который не дает нам демеджа, а новый Артур, у которого есть демедж. То есть у нас будет Артур, Бан и Зелдр 4 слот, либо Красная Рокси, которая тоже будет увеличить на максимальное АЗ. И тогда у команды людей появится именно та плотность, с которой они вполне спокойно могут поиграть и против Мела, и против Демонов. Ну, возможно, против Демонов нет второго хода, но от остальных команд, я думаю, второй ход они вполне спокойно потянут. Серые добавки на уменьшение исходящего урона от Хаюри, пока она не отлетит. Артур, который провоцирует, у которого миллион хп просто, особенно в элитке. И, да, линкбана, наверное, ой, линктармы, возможно, Артуру дать. И Бан, который все это дело красиво шлифует 15% максимального АЗ и 20% демешедакшена. Я буду им делать истинную пробуду. Что новому Артуру, что Хаюри, я буду пытаться делать истинную пробуду, потому как это будет, ну, прям, лютая тема, и пробить такую, такую плотность будет просто, наверное, Unreal. Вот, реально Unreal. Поэтому новый Артур, он реально хорош. У него есть некоторые проблемы с отыгрышем, но в любом случае новый Артур реально хорош. Он не разочаровал. Он, как вам сказать, он не прям, чтобы Убер сильно ломает арену, то есть он, ну, чуть слабее, чем мы хотели. То есть чуть слабее, вроде как, чем Мела. Но когда вы посмотрите, как играют Яперы, как играют, например, тот же самый Я, например, на каком-то аккаунте, на своем аккаунте или на чужих аккаунтах, вы увидите, что у Артура есть плотность. Плюс эта плотность не играет исключительно в PvP контенте. Он будет, в принципе, весьма неплохим PvE игроком. И в PvE он тоже покажет себя весьма неплохо, потому что он увеличивает базу. Он увеличит максимальный АЗ. То есть Артур в ближайшем времени станет одним из весьма-весьма хороших игроков для того, чтобы просто поиграть в то же самое PvE либо же там же самое типа где-то в PvP покатать. Короче, в ближайшее время Артур прям реально крутой. И да, мне он нравится, поэтому пишите ваше мнение, комментарии, как вам Артур или нет. Я понимаю, он не получился таким сильным, как мы хотели, но в принципе в формациях и даже, например, не в такой формации, которую я показал, а сюда вместо Хаюри поставить того же самого зеленого Эсконора, например, четвертый слот. Есть много разных вариаций четвертых слотов и мы эти все четвертые слота будем тестировать. В дальнейшем, как только выйдет Артур у нас на глобал и здесь будет очень много контента с разными вариациями команд, потому что да, они все будут человеческие, но это будут разные вариации. Да, если ставите Эсконора, то сюда поставьте тоже еще какого-то человека. Вот. Ну, я не знаю, можно синий урокси поставить, можно красный урокси поставить. Короче, просто берите расу человека и смотрите, кого здесь хорошо будет вам поставить в плане МОЗ. Возможно, БК, возможно, вы поиграете за Джену и ее религия, которые увеличивают 12% характеристик для союзников людей. Дерзайте. Вот. На этом у меня все. Это был весь обзор нового Артура. Простой, быстрый. Я попытался достаточно-таки понятно все это объяснить и пишите комментарии, понравилось вам такой обзорчик или нет. Вот. Ну, на этом у меня все. Увидимся на стримчике, либо когда-нибудь завтра. До скорого, народ. Увидимся. Да, лайки, комментарии, все остальное. Вот. Возвращаемся в игру. Возвращаемся в игру. Я, наконец-то, знаю, что делать. Ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,